Вопрос к мастерам боевых искусств. Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вам приходилось использовать свои навыки для самозащиты? Что произошло? Итак, я лежу на диване в своем большом белом пушистом халате, залипая в интернете, как и подобает мужчине. Слышу, как моя тогдашняя девушка открывает входную дверь и начинается небольшой шум. Я, естественно, предполагаю, что она ведет очередную войну за территорию с соседскими котами, которые постоянно ущемляют ее кошечек, так что я сразу не обратил внимания. Шум становится все настойчивее и уже слышны крики. Это не совсем ненормально, но я все равно поднимаю задницу с дивана, чтобы посмотреть, что происходит. Когда я иду по коридору, я вижу, что она пытается закрыть дверь, но ей мешает рука какого-то парня, который кричит, что живет в нашем доме. На самом деле он тут точно не живет. Я говорю своей девушке, просто открой дверь и отойди подальше. Она открывает дверь и отходит назад. Парень начинает вбегать, и я бью его прямо в грудь. В этот самый момент вижу, как его глаза расширяются, типа, что за нах при виде двухметрового чувака в белом пушистом халате. Он вырубился прямо на наших ступеньках. Я проверяю, не умер ли он, и вызываю копов, которые приходят и забирают его. Я был в баре, и один чувак был чертовски пьян. Он все время пытался подкатить к моей девушке. Я не из ревнивых, поэтому меня это не беспокоило. Я просто посмеялся над ним и сказал, мол, извини, она уже занята. Ну, ближе к концу ночи он подошел к ней сзади, обнял и засунул руки ей под рубашку, хватая за сиськи. Я отпихнул его, и он упал. Его приятель увидел это и подбежал, чтобы помочь ему подняться, а я схватил девушку и выбежал на улицу. Дал ей ключи и сказал, садись в машину. Оба парня вышли и набросились на меня. Это был огромный выброс адреналина, я сломал одному из них ногу в коленном суставе сбоку, чтобы вывести его из драки. После этого все прекратилось. Его приятель услышал, как он кричит, и пошел выручать его, а я воспользовался случаем и побежал к машине. Я позвонил в местную полицию, рассказал им, что произошло, и попросил прислать скорую помощь, пока его друг случайно не повредил ему ногу еще больше. Пошел и подал заявление в полицию, и у меня не было проблем с доказательством самозащиты. У копов были показания бармена, что очень помогло. Я занимаюсь саберфайтингом, фехтование на световых мечах. Я ехал на игровую сессию с ребятами в метро. Парень начал распускать руки на девушку, с которой он был. Остальная часть вагона отошла, я подошел. Говорю чуваку, чтобы он отстал от девушки. Чувак ростом метр восемьдесят и с ножом в руках. Я ростом сто шестьдесят пять сантиметров. Чувак игнорирует девушку, начинает орать на меня о том, как я посмел на него наехать и не собираюсь ли уйти. Медленно начинаю доставать свой тренировочный сабер, световой меч. Тупой и тяжелый, но это все, что у меня есть. Я смотрю, как он двигается. Он не боец и не знает, как пользоваться этим ножом. Для него нож это то, чем режут еду, а не инструмент или оружие. Если я брошу свою сумку, я могу нанести удар, приблизиться к его запястью и ударить с хорошей силой. Я говорю ему, что не хочу с ним драться, но он не может продолжать трогать эту девушку. Он бросается на меня, все происходит как в замедленной съемке. Я завершаю свой план атаки и бью его по запястью с достаточной силой, чтобы он выронил нож. Затем я переношу импульс на удар по коленной чашечке и направляю клинок ему в лицо. Чувак вырубился и упал, но ему удалось порвать рукав на моей кожаной куртке. Я включил аварийную сигнализацию в вагоне. Появились копы, люди к счастью поддержали меня, сказав, что он напал на меня и у меня не оставалось выбора, как ударить его достаточно сильно, чтобы сбить с ног. Девушка выдвинула против него обвинение, я нет. Девушка была очень благодарна, но не в моем вкусе. Она плохо разбирается в мужчинах и она заинтересовалась мной, это плохой знак. Пришлось идти в суд, но у меня не было никаких проблем, только потребовалось три года, чтобы вернуть мой сабер. Ранним утром ко мне приставал пьяный парень, похожий на бездомного, который хотел получить 20 долларов, которые я ему должен. Я сделал хороший замок на запястье руке и красиво уложил его на землю. Вежливо спросил, будет ли он теперь вести себя хорошо. Он сказал да и отпустил его. Сначала я хочу сделать оговорку, что большинство традиционных боевых искусств не настолько эффективны за пределами своих систем, как о них утверждают. Учитывая это, прохождение курса самообороны или некоторых более практических боевых искусств может быть полезным. Так вот, у меня был сосед по комнате, который был успешным борцом. Он был маленьким, намного меньше меня, но у него была отличная техника. Я, к сожалению, так и не научился бороться в школе. Поэтому всякий раз, когда мой сосед был пьян, что случалось гораздо чаще, чем следовало бы, он нападал на кого-нибудь. Обычно на меня, так как мы с ним совершенно не ладили. Так что все происходило примерно так. Он валил меня на землю, я боролся и отбрасывал его. Он подходил снова. Повторялось до тех пор, пока его не рвало и он не терял сознание. Или я использовал единственный удушающий прием, который я знал в то время, чтобы удержать его. Я знал, что это единственный вариант, потому что он был маленького роста. Если бы он был моего роста и владел этой техникой, я бы никогда не победил. Поэтому я решил научиться грэплингу. Год занимался самбо, делая упор на работу на земле. После того, как я переехал, я начал заниматься бразильским джиу-джитсу. Я не могу передать, насколько это полезно для всех и очень рекомендую. Это отличная тренировка и она позволяет вам чувствовать себя комфортно в бою на земле, особенно если лежать на спине. Потому что, поверьте мне, если вы окажетесь на спине и не будете знать, что делать, вы точно запаникуете. Это страшная позиция. Научитесь контролировать того, кто лежит на вас и все будет в порядке. Так или иначе, позже я устроился на работу в психиатрическую больницу. Это был небольшой филиал основной больницы, и там всегда дежурил только один охранник. Поэтому 6 дней в неделю, по 9 часов в день, я патрулировал это место как единственный охранник. У нас был усмирительный жезл, но только для ситуации жизни и смерти. Излишне говорить, что несколько раз на меня набрасывались пациенты, хватались за жезл, пытались залезть мне на спину, задушить или повалить на землю. Первое, чему я научился в джиу-джитсу, было то, как стряхнуть того, кто на меня сел. Я не могу сказать, сколько раз я использовал этот прием в больнице и на работе. Изучение бразильского джиу-джитсу и самбо, даже совсем недолго, очень помогло мне. Один мой знакомый вытащил нож и приставил его к моему другу. Я не хотел причинять ему боль, я знал его, видел в нем друга. Поэтому я отпихнул его от моего друга и крикнул ему, чтобы он отступил. Он не отступал и продолжал пытаться подойти ближе и начать агрессию по отношению ко мне, все еще вооруженный ножом. В этот момент я сказал себе, к черту все это, сделал выпад в стиле Майка Тайсона и вступил в прямой контакт. Он не вырубился, я все еще сдерживался, ведь кто хочет ранить друга? Но у него было настолько сильное сотрясение мозга, что ему пришлось обратиться к врачу. И он чувствовал последствия несколько часов или даже дней после происшествия в случайные моменты. Честно говоря, мне неприятно, что это произошло, но в то же время этот парень наставил нож на моего друга. Но в той ситуации именно он был вооруженным и агрессивным. Средняя школа. В раздевалке после урока физкультуры какой-то парень решил украсть мой пакет с обедом. Так как было время обеда и я планировал насладиться прекрасной едой, которую приготовила для меня мама, я быстро схватил свой пакет. Начинается перетягивание каната между мной и ворующим обед мудаком. Я вежливо прошу его отпустить мою еду, но он требует отдать пакет. Тогда я меняю хватку на другую руку и наношу серию ударов по его шее, что заставляет его врасплох и дезориентирует. Он отпускает мой обед и больше не беспокоит меня. Победа и обед в руках. Я надеваю брюки и рубашку и отправляюсь на следующий урок. Лучшее, чему меня научил этот случай, это быть внимательным к своему окружению и доверять своей интуиции, когда что-то кажется не так. Было много случаев, когда гуляя с друзьями, я просто чувствовал, что что-то не так и просил их идти с другой стороны от меня или просил перейти улицу и так далее. Лучший пример. Несколько лет назад мы с соседом по комнате шли домой после ужина. Было еще не слишком поздно, но мы жили в городе, который рано ложится спать, так что в 10 вечера вокруг никого не было. На другой стороне улицы я заметил парня, который по какой-то причине меня просто пугал, поэтому я переместился, чтобы встать между ним и моим соседом, если что-то случится. Мой сосед даже не обратил на него внимания, пока через полквартала он спокойно не перешел на нашу сторону улицы и вдруг ни с того ни с сего бросился на меня, больше похоже на боковой удар. Полквартала назад, когда я впервые увидел его, я почувствовал, что что-то подобное должно произойти, поэтому я был готов к чему угодно и просто отклонился назад, чтобы избежать его руки, так как это действительно был небрежный удар. Когда я выпрямился, он сделал еще один выпад другой рукой, от которого я снова спокойно уклонился. Я встал прямо, посмотрел ему прямо в глаза и сказал, чтобы он отвалил. Он быстро ушел, что-то бормоча. Я думаю, он просто хотел нас напугать. Увидел двух обычных ребят из колледжа и решил, что может немного повеселиться. Но благодаря многолетним занятиям боевым искусством, я доверял своему чутью, когда чувствовал что-то неладное. В общем, моя бывшая девушка долбанутая, но я по глупости пытался с ней дружить после того, как мы расстались. Я встречаюсь с новой девушкой уже около года, но через 6 месяцев отношений я пошел с ней на вечеринку, где присутствовала моя бывшая. И она была дико пьяна. Она начала издеваться над моей девушкой и говорить что-то вроде того, что она недостаточно хороша для меня и прочее дерьмо. Мой лучший друг рассказал мне, что когда я пошел за пивом, моя бывшая набросилась на мою девушку и попыталась ударить ее. Мало кто знает или ожидает этого, моя девушка маленькая, но она занимается джиу-джитсу и муай-тай уже 10 лет. И взяла мою бывшую в захват на гильотину и повалила ее на пол. Я был очень горд. Одна из лучших вещей, которые учат многие боевые искусства, это безопасное падение на твердой поверхности. Полторы недели назад я шел по обледенелому склону к своей машине. Несмотря на то, что я соблюдал осторожность, лед победил и я взлетел в воздух. Однако падение прямо назад это то, чему учат с самого начала во многих боевых искусствах. Бразильском джиу-джитсу, дзюдо, буджин-кан и так далее. Я упал так, как учили на тренировках. Не коснулся головой бетона, аккуратно встал и продолжил путь. Незнание того, как падать, может привести к травмам и переломам конечностей. Вы можете удариться головой об асфальт, что приведет к травме головы. Да, я практиковал бразильское джиу-джитсу время от времени еще со старшей школы. И я бы сказал, что у меня достаточно хороший уровень, у меня синий пояс. Короче говоря, я был на футбольном матче и два лагеря болельщиков всю игру орали друг на друга всякое дерьмо. Я позвал своих друзей подойти и попытаться успокоить их. И как только мы подходим, я замечаю парня с бутылкой в руке, идущего к группе людей. Он направляется прямиком к группе, которая не обращает на него внимания, поэтому я бросился бежать и закричал. Я добираюсь туда как раз в тот момент, когда он поднимает бутылку, чтобы треснуть какого-то чувака по голове. И быстро выполняю захват Нельсона. У моего друга хватает ума вырвать бутылку из его рук. Я делаю бросок через бедро и силой швыряю его пьяную задницу на землю. Пока он там лежит, я забираюсь на него сверху и держу, пока не прибудут его более трезвые друзья, чтобы увести его. Он был намного тяжелее меня, и я сомневаюсь, что без тренировок я смог бы так легко его одолеть, или у меня хватило бы смелости остановить действительно плохую ситуацию. Но если бы он набросился на меня, когда я подошел к нему сзади, мне был бы капец. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. А также дополнительные острые выпуски, которые не попали на ютуб из-за цензуры площадки. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.